Здравствуйте! Время новостей на телевидении Электрогорска. В студии Екатерина Акаба. Смотрите сегодня в нашем информационном выпуске. Члены общественной палаты провели очередную встречу с жителями. Излюбленный герой малышей Чебурашко отмечает день рождения. Еженедельная сводка ДТП и правонарушений. А сейчас подробнее. Новый состав общественной палаты буквально меньше месяца назад провел уже третью встречу с жителями Электрогорска. Инициативные и неравнодушные общественные лидеры, не откладывая на завтра, сразу же приступили к своей работе. Обеспечить взаимодействие граждан, проживающих на территории Электрогорска, с органами местного самоуправления. Какие вопросы и проблемы затрагивают интересы всех социальных групп и касаются жизни каждого электрогорца, в ходе проведенных встреч выяснили члены общественной палаты. Расскажет наша съемочная группа. Теплый летний вечер на самой старой и по-домашнему уютной улице города для ее жителей во вторник 1 августа прошел по-необычайному насыщенно. В гости к ним пришли члены общественной палаты Электрогорска. У нас сейчас первый год, ну, выбрали состав новой общественной палаты. Нет, нет. Вот, значит, это было буквально вот... Это было 11 июля, да. И поэтому люди молодые сейчас такие вот чувствуются, хотят работать. Я пригласила их, попросила, чтобы они подошли и сейчас выслушали все наши проблемы нашего уютного старого района, да. И чтоб потом не бегали мы каждый, вот вы, 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 что вам надо сделать. А мы вот решим и что-то сможем, значит, поможем. А пришли они не на чашечку чая, а на серьезную рабочую встречу. Выяснить, что волнуют жители этого района, узнать их чаяния, заботы и беды. Мы члены общественной палаты, я заместитель председателя общественной палаты Елена Билович. Здесь помощник председателя общественной палаты Лежнева Анастасия, а также заместитель председателя Панкова Ирины Евгеньевны, Мельчкина Татьяна Ивановна. Да я. Вот, моя злобинка, Мельчинка, да? Мельчкина. Мы знаем, что жители попросили провести такую встречу, чтобы донести свои проблемы вашей улице. Вот мы взяли, на самом деле, большое количество домов с 37 по 66, чтобы знать, какие существуют проблемы, чтобы мы как-то могли помочь решить, как-то, я не знаю, поспособствовать тому, чтобы проблемы были решены. Вот, мы сейчас готовы вас выслушать, мы все это запишем, вот, чтобы и у вас все наладилось, вот, чтобы мы могли пополнять свою работу, чтобы на следующем уже нашем собрании общественной палаты мы сделали сходную, по которой мы будем конкретно уже работать по определенным местам, чтобы знать, с чего нам начинать, вот, и, соответственно, давайте мы вас начинаем. А проблем у жителей казалось немало, и касались они совершенно разных тем. Я пенсионер, инвалид. Нам дали ключи в декабре месяце на новый дом. Переселили из центра, переселили сюда на край. Документов нет никаких. Туда приносят, квартиру платят, сюда ничего не приносят. Но мы не платим. Не знаем, куда платить. Живем здесь и там, и тут будем платить. Ну, и мне неудобно пенсию. Пенсию туда приносят. Мне приходится почталенке звонить и приносить, чтобы она мне принесла сюда пенсию. Потому что у меня здесь нет прописки, здесь совсем другой почтальон. Проблемы неплохие, квартиры неплохие. Не хочу. И тепло, и вода есть, и свет есть, и все есть. Жаловаться не буду ни на что. На документы жалуюсь, что нет документов. Живем 7 месяцев, а документов нет никаких. Волновали жители слухи о закрытии больницы, отсутствии магазинов и детских площадок, проведении кабельного телевидения. И, конечно, самая наболевшая тема горожан – качество жилищно-коммунальных услуг. Виктор Анатольевич, вот такой домик у нас красивый стоит напротив. И напротив такой облезлый. Такой облезлый. Дочка хотела меня напротив этого дома, щелкнутое на телефон, прислала фотографию. Такой страшненький. Я говорю, убери ее. Покрасьте нам просто дом. В квартирке у нас все хорошо, нам делать ничего не надо. Единственное, покрасьте дом, чтобы красиво ехать было по улице, потому что все облезлое, все страшное. Чтобы воочию увидеть все проблемы людей и общаться со всеми жителями микрорайона, члены общественной палаты, как говорится, отправились в народ. Мы тогда пройдем вот к тем домам. 64-м, 66-м. Да, да, да. И усилия активистов оказались не напрасны. Диалог получился продуктивный. Я живу в 56-м доме, квартира номер один, на первом этаже. И у нас не было, вот я 17 лет живу, и у нас не было наружнего. Вот наружу у нас не ремонтировали дом, в общем-то. И нет отмостки у нас. Вода затекает туда, особенно вот из парка, когда весной. И поэтому плесень в квартирах, чувствуется такой запах. Вот, и у нас, значит, да, такой запах нехороший. И он постоянно, собственно говоря. Ты в 17 лет, а я, наверное, уже по часу 40 лет живу. Ну, да, живет. Я-то, если мы в 17 приехали. И вот не было отмостки вот этой у нас, да, обязательно. И у нас торцевая стена, вот как бы, где мы на первом этаже, и там, значит, даже у нас постоянно в квартире прям полоса сырая идет, вот там мокро. Расскажите, пожалуйста, вы обращались в какую-то дистанцию с этим вопросом? Да, я обращалась, писала заявление, относила заявление наше в домоуправление, вот там вот на второй. Ну, мне пообещали, что сделают. Это было, значит, где-то, сейчас у нас 17-й, где-то в 16-м году. Или в 15-м, вот так. Ну, мне пообещали, сказали, что мы сделаем. Я звонила, но так, было на том месте. Все осталось, ничего мне не пришло. Вот сегодняшняя встреча, вы надеете, что будет какой-то результат? Ну, я думаю, конечно, я рассчитываю на это, потому что, ну, в конце концов, должны же нам помочь. Даже маленькие жители города не остались в стороне от взрослого диалога. Скажите, пожалуйста, вы здесь живете? Нет, нет, ну, просто здесь наши мамы собираются, и мы здесь гуляем всегда. Они мамы раньше здесь жили? Да. А, то есть вы не на Ленина живете? Нет, ну, раньше жили. Раньше жили. Ну, а вот скажите, здесь есть где играть вам? Нет. Нет, лишь в песочнице и то, и всегда. А вам бы хотелось, чтобы что тут было? Что бы хотелось, чтобы было? Качели. Качели. Крусель. Крусель, качели. И качалки укачали. Картинный снаряд. Да. Горка. И горки. Вместе с активистами на встрече присутствовали должностные лица различных структур. И поэтому, на часть вопросов, люди сразу смогли получить официальный ответ. Спрашиваю, спрашиваю. Я сегодня даже в Алпасаде была, и был разговор про это все. Ну, а смотрите, ну, смотрите, ну, если ничего не закрывается, как еще людям говоришь, что ничего не закрывается? Да, не закрывается все-таки, да? Ну, конечно, не закрывается. Вот просто, вот, что еще? Пустили слух, да? Пустили слух. Ну, вот что, как вот еще объяснить? Каждому же в дом не зайдешь, не скажешь. И так уже и по телевидению сказали. Или нет телевидения. У нас даже кабель сюда нам не устраивают. Помните, Андрея, ты, Сергея, хотела кабель, но ничего не делали. Нужны ли такие встречи с жителями? Будет ли от них прок? Идут ли люди на открытый диалог? Ответ очевиден. Эта встреча вот такая вот непосредственная или были уже... Вот мы сейчас разговаривали с представителями общественной палаты, да, к сожалению, они нас не пригласили на улицу Советская. Вот были какие-то вопросы, я, естественно, их записал. Мы постараемся ответить по-любому, либо с помощью общественной палаты работниковой, либо мы сами. Значит, контактный телефон я записал, и мы свернемся с пожеланиями. По поводу улицы Ленина, да, здесь действительно имеются вопросы. То есть мы постараемся в ближайшее время помочь. Сроки жителям обозначил. То есть есть проблемы, которые вы можете решить прямо вот буквально в ближайшее время? Да, конечно, мы обговорили сроки, чтобы мы эти сроки согласовали с жителями. Как вы думаете, нужны такие встречи от общественников, от людей, которые не заинтересованы как бы в получении от этого прибыли зарплаты? В основном мы, значит, к нам приходят жители, обращаются. Ну, здесь вот, я думаю, что, в принципе, польза от них есть. Почему? Потому что не все могут прийти и, допустим, куда-то в кабинет. Кто это не любит, у кого-то нет времени. Здесь мы пришли, они, вернее, собрали жителей в нерабочее время. Это удобно для проживающих. То есть, кто-то вышел из подъезда, стесняется дать ей либо по каким-то другим причинам, ну и высказывает свои пожелания, либо замечания. Практически все сферы городской жизни были затронуты на встречах жителей с членами общественной палаты. В 11 июля у нас был новый созыв общественной палаты. И как раз-таки сразу же руководителям была поставлена задача о том, что необходимо проводить встречи непосредственно на местах, общаться с людьми, мониторить ситуации. Были встречи на Крыжиновского проведены, были встречи проведены на улице Советской в двух районах. Какие у нас проблемы? Ну, в основном, конечно, это проблемы жилищно-коммунального хозяйства, это проблемы тротуаров, это проблемы текущих крыш. Это проблемы даже столь незначительные, но для жителей это важно, то, что сломана урна перед подъездом, то, что сломана лавочка, детские площадки у детей в каком-то неплохом состоянии, да, неподобающем состоянии. Что может плачевно сказаться на безопасности детей. Какие еще вопросы? Вопросы по оплате коммунальных услуг. У некоторых вопросы почему-то включены в оплату коммунальных услуг, непонятно какие вещи. Дудем надеяться, что они будут решены. На улице Советской. По поводу детского сада хотела тоже сказать, то, что люди очень переживали. 39-й детский садик, то, что там движение постоянное, автомобильное, и то, что дети идут в садик наравне с машинами. Сегодня я сама лично прошла, там и смотрю, что тротуары уже начали делать. То есть, ну, делается в городе что-то замечательное. Как и говорилось на первом пленарном совещании общественной палаты, всем ее активистам придется работать с полной самоотдачей. Несмотря на то, что работа осуществляется на добровольной и безвозмездной основе. Все, значит, наши заявления, желания жителей, воли заявления жителей мы записываем, передаем нашему руководителю общественной палаты. Это Грязнов Павел Олегович. Он уже непосредственно работает с этими документациями, собирает эти документы и передает по различным службам. Также заместитель, председатель общественной палаты, она сама лично ходит по... В Ленком приходили, в ЖКО приходили. То есть, вот сейчас мы видим то, что сегодня на нашей встрече присутствуют уже представители этих служб. То есть, это уже плюс. То, что люди сами непосредственно, руководство, начальство, оно само слышит, что происходит на местах. Есть нерешаемая проблема? Вот вы приходите, Настя, что видите, что эта проблема, но никак не решена. Понимаете, не нерешаемая проблема, а может быть не столь важная проблема. Допустим, замена покрытия на детской площадке. Не нравится именно такое покрытие на детской площадке. Ну, хотя мы знаем, что на детских площадках прорезинено, хорошее покрытие, но почему-то жителям это не нравится. Либо есть большая площадка на улице Советская, около дома номер 38. Большая, хорошая площадка, но жителям не нравится то, что площадка для детей определенного возраста, а для детей старшего возраста нет площадки. Хотя рядом же стоят тренажеры, ну, каждому свое тут. Идея создать следующий сюжет на нас навели теплые солнечные дни, школьные каникулы и просто хорошее настроение. Человеческая фантазия и бесспорный талант писателя Эдуарда Успенского подарили миллионам малышей бесподобного, немного несуразного и милого Чебурашку. Именно о нем и смотрите далее. Главному персонажу отечественной мультипликации Чебурашке исполнился 51 год. Он был придуман Эдуардом Успенским полвека назад, а в 71 году на экраны вышел мультфильм, названный по имени его главного героя. О том, как началась его жизнь в кадре, расскажем в нашем сюжете. Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка присоединился. Чебурашку Эдуард Успенский придумал в 28 лет. Книжку напечатали с большим трудом, считали вредной, говорили, что друзей надо искать на работе, а не по объявлению. Даже его учитель Борис Захадыр сказал, что сказка средненькая и особой популярности не принесет. Но вскоре этот забавный мультипликационный герой стал одним из самых любимых персонажей СССР, а также символ Олимпийской сборной России. А песня про Чебурашку переделана на десятки мотивов. Нет, наверное, такого человека, кто бы не знал ее. Теперь я Чебурашка, и каждая дворняшка, при взгляде сразу лапу подает. Пусть бегут непогожи, пешеходы по лужам. Молода по асфальту рекой, и неясно прохожим в этот день непогожи, почему я веселый такой. Лавина популярности ожидала Чебурашку и в Японии. Он стал героем комиксов, компьютерных игр, анимационных фильмов. Сотни товаров с изображением пушистого зверька. Так выражалась любовь к нему в стране восходящего солнца. С 90-х годов Чебурашка стал выпускаться в виде плюшевой игрушки, став известным и не менее популярным среди иноязычного нерусскоговорящего населения. Это милый и добрый персонаж, всегда придет на помощь другу и может помочь даже врагу. Любит есть фрукты, очень ответственный, но порой рассеянный. Ой, какой-то красивый. Красивый. Давай его запустим, а? Давай. Давай. Раз. Два. Три. Не, не так. Вот так надо. Держи. Держу. Крепче. Теперь правильно? Правильно. Чебурашка, держись. Любим мы его за пушистость и наивность, за большие уши, за то, что он из нашего детства. С катертью, с катертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Сегодня элиты нашей армии, воздушно-десантные войска, отмечают свой праздник. Бывших десантников не бывает, ими становятся и остаются на всю жизнь. И все огромное и бесстрашное десантное братство мы поздравляем с этим славным днем. Крепчайшего здоровья и счастья вам, вашим семьям, родным и близким. Пусть небо будет мирным всегда. С 24 по 30 июля на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России Павлова-Посадский произошло 26 дорожно-транспортных происшествий. Из них 5 ДТП с материальным ущербом в городском округе Электрогорск. За указанный период пресечено 311 нарушений правил дорожного движения. В августе на территории Электрогорска будут проводиться оперативно-профилактические рейды «Ребенок в автомобиле» и «Нетрезвый водитель». С 20 мая 2017 года на территории городского округа Электрогорск проводится мероприятие «Курорт». Оно направлено на обеспечение общественного порядка, личной и имущественной безопасности, недопущение террористических актов, экстремистских проявлений в период летнего курортного сезона. В студии была Екатерина Акаба. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин